Нельха сказать, что смерча на белорусской земле – з'ява новая. Их доследованием тут займалися и аж чэны при концы минулого 100 годзе. Але напевно наибольш актуальный гэтая тема стала у апошня 10-ти годзе. Учёные называют одну причину – пястчаная смерча выник проведенной мелиорации. На торфяно-болотной глебе певно час саправды отрымливали вялеке ураджае. Але цяпер ситуация изменилась. Основная мелиорация началась в 60-е годы. За эти 50 лет, конечно, на части болотных массивов, осушенных, весь торф уже ушёл. Его ветер выдул буквально. Сейчас на поверхность поднялся песчаные основания. Защититься от дефляции можно оборудовать лесополосы, засадить деградировавшие земли лесом, сосной, которая хорошо растёт на песках. Особливо часто пястчаные смерчи на Гомельщине сёлята натирают в районах, где были наибольшезначные осушенные территории. Убаченная настолько ураживая, что без комментариев за кадром не застаётся ни одно вида. Ничего не поднимает чёрное валики, всё прямо в небо. Сейчас поглядим, коров колхозных поднимет и нет. Пытание, ци зможа смерч перенести корову, не такое иритарычное. В областном гидромете сегодня контролюют на пауну все махчимые климатичные характеристики. От температуры до вильготности. Что тычется смерча, у таймя тут цикавятся так само. Але кажуть, что на пунктах назераниях эта природная з'ява не отзначалась ни разу. А тому основные известки – звида святков и выезда на место надзвычайных ситуаций. В 2009-м, например, смерч и моцный ветер знищили значную частку лесу в Чачерском районе. Пошкодили дахи на фермах и взломали водонапорную вежу. Вероятно, калиптады на их шляху оказалась та умоуна корова, шанс выжить у живёлы был бы минимальным. По ходу смерча воронку затягиваться могут предметы окружающие, поэтому разрушение, конечно, может быть. Потому что смерч и скорость ветра достигает 50-100 метров в секунду. То есть, если ураган – это от 33 метров в секунду. То есть, это даже сильнее, чем ураган. По прогнозах в учёных, калий не почать посадку на проблемных земных лесу, песчаная смерча на Гомельчине не спыняться, а махчима навыц станусь больше частыми и моцными. У свою чергу, гэта створяя проблемы и для сельско-господарчих предприемствов. Выращивание культур на таких хлебах потребует додатковых затрат. Дефляция приводит к тому, что плодородие почв снижается. И естественно, что надо применять соответствующие меры, чтобы плодородие не упало. А это удобрения, это различные технологии обработки почв и так далее. Олег Сенцюров, Анна Корольчук, Валера Гапанько. Телерадо, компания Гомель.